друзья приветствую вас это утренний обзор давайте начнем с американского индекса smp фьючерс с гэпом вниз он открылся сегодня сейчас начинает активно расти здесь в общем-то два варианта развития событий либо вот он дотянется до 2870 здесь закрепиться или же если этого движения не произойдет то наиболее вероятность сценарий пойдет он тестировать для начала вот этот нижний уровень 2720 если он здесь не удержится пробьет на объеме данная уровень то соответственно пойдет движение на 2651 и потом ниже если по часы веку смотреть то высока вероятность все-таки движения наверх цель 2840 в том случае если вот это движение не начнется наверх и последует пробой на объеме 2770 в этой ситуации скорее всего разовьется движение на 2750 и далее вниз так далее нефть бренд это июльский фьючерс здесь в общем-то движение развивается пока наверх растущий тренд первая цель это будет двадцать семь один двадцать семь и три в случае пробой этого диапазона на объеме разовьется движение цель которого будет двадцать восемь и три от пробития диапазона двадцать восемь и три наиболее вероятно поведет на тестирование пробой 31 и далее цель движения 3285 вот здесь пока вероятность такого движения не столь велика скорее всего либо будет проторговка около двадцать семь и один двадцать семь и три и попытка протестировать двадцать восемь и три верхнюю границу вот этой проторговки по часовому таймфрейму здесь у нас сформировался нисходящий канал локальный и для того чтобы произошло движение в район 27 и 3 необходимо чтобы в ближайшее время было пробита 26 половина пробить и 26 половиной на объеме и проторговка будет указывать на то что скорее всего сейчас она пойдет на 27 35 и по факту закрепления 2735 будет движение на 28 и 3 это верхняя граница консолидации если сейчас не будет пробить и 26 половиной то соответственно движение наверх скорее всего не сложится в ближайшее время и пойдет движение в рамках этого нисходящего канала пробития границ канала на объеме достаточно часто приводит движению в соответствующем направлении то здесь пробой 26 с половиной будет отработка цели верху если же будет пробитие нижней границы то скорее всего пойдет отрабатывать те цели которые внизу частности по часовику внизу первые цель движения 24,25 ну как бы исходя из картины часовика который все-таки наиболее вероятно что сработает пока здесь разворотная формация вот этого локального роста и здесь наиболее вероятно все-таки по часовику движение в рамках нисходящего канала но вот если пробой 26 и 5 произойдет то скорее всего потом будет достаточно быстрое движение на 27 метре так далее золото 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 у нас проконсолидировалась нижнюю границу поколола проваливаться пока не стало сейчас набор позиции идет первая цель для отскока 1725 если здесь закрепляется следующая цель для отскока 1742 так по если мы смотрим часа вик здесь ситуация следующая нарисовался общем-то двойная вершина вот здесь вот и поэтому если в ближайшее время мы увидим движение вниз то тут есть цель который пойдет закрывать 1704 дальше если будет пробитие 1700 то в этой ситуации пойдет он торговаться опять вот в этот диапазон 1700 1680 если все-таки пробоя не будет то вот либо отсюда либо по факту корректирующего отката на 1704 здесь наиболее вероятность сценарий это рост первая цель это 1716 и далее закрытие цели на 1730 движения вот сюда вот если сюда приходит и начинает торговаться то тут пойдет приступ на пробой 1737 так далее палладий на смотрите палладий никак не укатают по-нормальному по-человечески на 1500 но с учетом того что его никак не укатают вероятность того что пойдет от сколько наверх она возрастает получается вопроса не выпускает ниже 1850 1880 вот поэтому сегодня здесь если разовьется положительное движение то есть если сейчас вот этот рост он продолжится и пойдет отрабатывать сначала 1911 потом заход на 1954 вот если он сюда доходит то потом высока вероятность движения на 1954 а вот если он закрепляется на 1954 то здесь в общем то открывается масса возможностей первые цели это 1980 и потом тестирование 2050 вот сюда здесь в целом наиболее вероятность сценарий это разворот и движение вверх но если все-таки звезды не сложится так пойдет движение вниз и будет пробовать 1860 тысячи 1850 то здесь уже открывается возможность движение на 1500 тут уже будет проседать никуда от этого не деться пока здесь все как бы условия указывает на то что более вероятен рост рост паллади это позитив для гмк так далее вопрос был по плате на плате но никак пока разогнать не могут есть у нее вполне цели для движения наверху локальная цель ну как не локальная среднесрочная 965 и 1045 вот но никак ее сюда завести не могут тут видимо как бы исходя из того что идет переток между платиной золотом и палладием то сейчас по плате не сформировался тут локальная разворотная формация ничего как бы страшного в этом нету она может быть немножко еще будет проседать в любом случае если нет пробитий 717 703 то это не сейчас идет движение в рамках проторговки набора позиций и через какое-то время от отсюда наиболее вероятный сценарий это движение сначала на 880 потом закрытие цели на 970 но если все-таки пробой вот этот состоится диапазона 718 701 то вот в этой ситуации после пробития на объеме будет движение на 662 потом может быть даже на 500 но пока такой сценарий мне видится маловероятным здесь скорее всего вот это просто формирование проторговки было и по факту набора позиция думаю более вероятно что увидим ну либо он она будет колебаться здесь какое то время либо отсюда пойдет отскок но надо помнить здесь не бывает стопудовых решений то есть здесь все определяет вероятность всегда надо ставить стопы и take profit и так друзья далее рубль-доллар котировка tomorrow пятницу у нас отметил четверг у нас отметился ростом доллара против рубля потом субботу на форексе рос доллар против рубля еще что мы имеем сейчас идет снижение нефти и снижение американского фьючерса на форексе пока рубль укрепляется к доллару и котировка на форексе она находится в районе 75 то здесь наиболее вероятность сценарий на открытие мы сразу пойдем на 75 далее если будет пробой уровня 7537 на объеме то сразу пойдет движение на 75 84 и 76 4 вот сюда вот в этот диапазон здесь сразу на открытие пойдет движение к 75 дальше все зависит от того как это движение произойдет то есть если пойдет на 75 и от 75 будет отражение то пойдет возврат и соответственно цель движения этого возврата первое будет 7457 вот здесь от либо будет проторговкой набор позиции или продолжится корректирующие движение вниз то есть укрепление рубля и цель этого движения ближайшие 73 85 вот но если все-таки 75 он пробьет на объеме то отсюда пойдет очень сильное движение скорее всего в район 76 и потом следующая цель это 76 и 4 поэтому открытие смотрим как будет преодолен не преодолен уровень 75 так что касается рубль-евро скорее всего на открытие произойдет пробитие уровня 81 и 6 в случае пробития этого уровня наиболее вероятный сценарий это движение на 82 82 далее здесь либо рост объема и пробой цель движения 1 82 26 или же здесь пойдет снижение объема и откат откат вот в этот диапазон у торгованной далее если все таки будет пробой 8119 то увидим укрепление рубля 1 цель 80 целых 77 соток вот на самом деле здесь большая вероятность я думаю движение на 82 ну через пробой вот этой крышечки далее здесь на восьмидесят двух может быть следующий пробой движение на 82 26 есть еще цель которая находится на 83 и 1 когда сюда когда пойдет отрабатывать эту цель пока не ясно но я так думаю что это в ближайшие дни были насчет сегодня не уверен хотя если не в сегодня начал преподать то будет это и сегодня но я думаю что завтра послезавтра мы вполне можем увидеть движение по отработке вот этих целей здесь надо помнить что если будут пробиты вот эти нижние уровни в частности 80 целых 77 сотых потом следующий уровень это 80 целых одна десятая то скорее всего это вызовет срабатывание стоп ордеров и пойдет движение в район 7 месяцев 9 ну конечно как бы если нефть насчет падать то такого движения не будет она будет крайне маловероятно вот но тем не менее надо иметь это в виду и и и таким образом оставлять take profit и стоп лосса так далее сбербанк но сберга у сбербанка как как это не парадоксально вот разворотная формация целью движения на 206 который пока себя не исчерпала это если дневки рассматривать но если рассматривать что будет с утра с утра скорее всего будет корректирующие движение вниз сейчас мы на часыке мы посмотрим цели если мы ориентируемся на часовой таймфрейм то здесь в случае пробития 196 195 с половиной можем увидеть сразу движение по закрытию цели на 194 если вот эта цель не будет пробита вот этот нижний уровень то он скорее всего просто будет болтаться в рамках вот этой консолидации 198 и 2 196 и по факту набора позиций и улучшение внешнего фона будет пытаться пробить верхнюю планку исходить сначала отработать 202 точнее здесь 201 и 3 и потом попытаться 204 205 осилить вот пока здесь диапазон но с утра скорее всего будем пробивать нижнюю границу и пытаться закрыть вот эту цель здесь если будет закрепление сегодня в течение дня или завтра ниже стадии 195 и 5 то это будет говорить о том что скорее всего это растущий тренд все-таки сломали и так или иначе он будет проседать и цель движения будет 189 так газпром такую мощную свечу красную нарисовал но здесь скорее всего с утра у нас будет цель движения у газпрома это 187 185 с половиной если будет пробита 185 то движение ускорится и цель движения будет вот эта красная линия 177 такой сценарий на текущий момент я думаю пока маловероятен здесь скорее всего корректирующие движение первые цели это 188 5 случае пробоя 188 5 движения на 184 и источник 47 вот сюда ну да судя по часы реку здесь пошел вот этот падающий тренд который пока не завершился наиболее вероятно что он завершится вот в этом диапазоне 187 и 8 180 1805 с половиной вот сюда вот придет и здесь будет какая-то разворотная формация которая его развернет это в том случае с не будет оббала нефти рынков и так далее то есть вот с утра с учетом негатива по snp по нефти наиболее логично ему сходить вот в этот диапазон и здесь потом если трешака не будет а все останется как есть или насчет немножко отрастать то отсюда уже будет возврат цель движения на 191 в том случае если все таки будет пробой 185 и 4 следующий цель движения будет диапазон 181 и 7 180 в принципе бумага достаточно сильно смотрится последнее время вот и данная свеча которая была в четверг последняя она может быть разворотной но здесь есть ряд моментов который указывает на то что вероятность этого процесса она невелика поэтому сейчас надо посмотреть как он будет торговаться первый час если первый час он не будет закрепляться ниже вот этого значения то есть ниже 189 и 5 190 в этой ситуации скорее всего это свеча будет являться разворотной и она будет указывать на то что в ближайшее время пойдет движение на 191 и 3 и следующая цель это 194 вот сюда то есть если пробивает вот эту нижнюю границу и закрепляется то цель движения вот этот диапазон если начиная здесь торговаться то скорее всего первая цель движения 191 и 3 и потом следом 194 так далее северсталь подневка немножко она цель не дошла который 897 поэтому как только она немножко подтянется исходит диапазон 897 902 если не будет роста объема то как бы все основания для хорошей корректировки и движения сначала на 873 потом на 860 но часовик конечно такой бодрый настолько бодрый что если будет пробитие 893 895 на объеме то скорее всего последует движение в диапазон 902 905 вот но здесь на фоне того что сейчас негативные открытие конечно такое движение думал и вероятно здесь скорее все либо с текущих значений пойдет снижение либо по факту перри хая 801 892 и 5 вот отсюда поэтому здесь я думаю больше вероятность что мы увидим движение цель которого первое 870 и потом возможно движение даже на 860 если внешне экономическая ситуация не улучшится так далее гримка на риски никель закрылся у красной свечой так мы сделаем отступление палладию палладию нас 30 апреля когда было закрытие российской фондовой бирже давай сейчас посмотрим итак закрытие основной сессии ммвб палладий был в районе 1960 сейчас палладий в районе 1900 для на риску никель это умеренно негативный сигнал но то что и смп фьючерс находится в отрицательной зоне это уже более сильный негативный сигнал так под нефти у нас не завершилась корректирующие движение на 20000 что вот поэтому сейчас возможно будет движение на 20000 что далее если не будет пробитие нижней границы которая 19 тысяч 850 то соответственно получается котировку удерживается в новом диапазоне и отсюда будет последующее движение на тестирование перри хая если же пробить этого диапазона возникнет то отсюда полетит первый цель движения 18 1960 и случае пробития уход на 18300 сейчас это сильный уровень у бумаги если он будет пробит то скорее всего движение вниз будет значительно усиляться так но часа их подтверждает что скорее всего будет движение вниз вниз здесь вот есть цель не закрытая 20 тысяч 150 поэтому возможно вот сюда вот куда-то исходит дальше как бы по факту набора позиций и если расти будет палладий он судя по всему будет расти вот отсюда можем увидеть восстановление движение первая цель 20 650 и потом отработка вот этого пика 20900 все друзья спасибо за